Добрый вечер, дорогие друзья! Какая замечательная песня! В той записи еще вот тех далеких-далеких-далеких лет Сегодня, вот, есть такое понятие у летчиков, наверное Когда нужно построить заход на посадку Так, ну, у нас же тоже, в конце концов, посадка будет В хорошем смысле этого слова Вот, потому что мы здесь летаем И я вот думал, как построить этот заход Может быть, несколько не совсем стандартно будет сегодня, как я провожу эти концерты Потому что, ну, сегодня есть интересный повод Три дня я, три дня, как я забрал из типографии новый диск свой, наконец-то Предыдущих два, каждый занимали три года работы Этот занял четыре года, наверное, по понятным причинам Но он есть И первое отделение, это будет, ну, как протокол, наверное Презентация нового диска Я понимаю, что большинство из вас слышало практически все песни из этого альбома Смысл в том, что, ну, там это все в аранжировках Это очень большая, действительно, работа И, ну, для меня, действительно, вот этот протокол Спеть вот в той последовательности, как они расположены на диске Рассказать, наверное, что-то, что связано с этими песнями Либо о том, как их записывали Поблагодарить того, кого надо поблагодарить Я все хочу это сделать Поэтому В первом отделении, наверное, да, вот Это вот не та ситуация, когда я тут буду со всех Всех со стороны поздравлять с праздником Вы это сами все сделаете А тем более во втором отделении мы уж точно погудим Вот, а пока Вот этот альбом, который сегодня там продается Кстати, хочу сразу сказать, что вместе с моей пластинкой Там продается замечательный фотоальбом Моего близкого-близкого и замечательного друга Замечательного фотографа, который здесь неоднократно был Алексея Нагаева Воздушное пространство Шикарная вещь Поэтому, ну вот, когда будет антракт, обратите внимание Я по секрету скажу, я даже один купил Не подумайте плохо про Алексея Он мне подарил Но еще один я купил для подарка Потому что, ну, как подарок, шикарная вещь Роскошная Ну, а мы вернемся к тому, о чем я говорил Вышел диск С названием простым Я потом подумал У меня такие наметки есть, песню написать Которая будет называться Самолеты, вертолеты и пилоты Но ее пока нет А диск с таким названием вышел Самолеты, вертолеты и пилоты Ну, ладно, поехали Говорят, архитектура Это застывшая музыка Для меня полет самолета Это самая настоящая живая музыка Она может быть совершенно разной От нижнего пиана, лайнера, который идет в облаках Оставляя инверсионный след До грозного крещендо, штурмовика или вертолета, идущего в атаку Летательный аппарат — это своего рода музыкальный инструмент А музыкант — летчик То, что делают наши авиаторы На этих крылатых и винтокрылых машинах Никого не может оставить равнодушными Лично меня это мотивирует на музыку Я пишу песни об авиации Всегда говорю, что без авиаторов Этих песен бы не было И они бы не родились Без тех, кто летает в небе И работает на бетоне Без тех, кто конструирует летательные аппараты И строит авиационную технику Именно благодаря им мы можем видеть и слушать Этот замечательный небесный оркестр Грозный, сплоченный и виртуозный Иногда веселый и бесшебашный А в его составе самолеты, вертолеты и пилоты Помню, мы в школе учили стишок Классик поэт В нем рассказывал детям Мол, хороши все работы, дружок Сотни профессий на нашей планете Выбрать на вкус я не принял совет Я за отцом и за братом тянулся Ну и, конечно, примером был дед Тот, что из неба войны не вернулся Бабушка мне говорила, внучок Коль уж летаешь, летай аккуратно Бог тебе помочь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно Годы летели, я с ними летал И вспоминал я нередко бабулю Чаще тогда, когда прямо в металл Мне мало телеснаряды и пули И в этот миг мне казалось предел В миг, когда тетка с красою цеплялась К бабушке срочно вернуться хотел Чтоб мне с порога она улыбалась И как тогда говорила, внучок Коль уж летаешь, летай аккуратно Бог тебе помочь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно Время, как пуля на вылет Бабушка к деду давно улетела Только, мне кажется, каждый полет Смотрят они, чтоб меня не задело Дед словно рядом команду дает Бей их, внучок, а такой я прикрою Отпоевал я теперь твой черед Помни, что с бабкой мы рядом с тобою Бабушка с дедом, твердят мне, внучок Коль уж летаешь, летай аккуратно Бог тебе помочь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно Бабушка мне говорила И я летал, в небе летал Он не всегда аккуратно Всю жизнь летал Было, влетал Но возвращался обратно Всегда после этой песни желаю тем, кто сегодня еще летает, чтобы они обязательно возвращались обратно Я говорил, что буду рассказывать и о песнях, и о диске Вот, помню, премьера этой песни состоялась в Сирии И я в этом пел в разных местах несколько раз И помню на КП полка сидят знакомые мои люди и незнакомые И я пою, и там вот эта фраза, когда И в этот миг мне казалось пределы я спел И в этот миг мне казалось О, извините, говорю, тут один полковник вертолетный сказал Именно это слово Вот, я хочу и буду говорить о тех, кто участвовал в работе над этой пластинкой Как я по-старому говорю, пластинка Я к этому еще как-то, наверное, вернусь Классные звуки Именно 23 февраля вот этот звон Это правильный звон сегодня Вот Ну, в первую очередь я хочу назвать две фамилии Двух Сергеев Это те люди, которые играли вместе со мной И работали над этой пластинкой Это Сергей Сухомлин Вся работа велась в его студии Ну, немножко еще в другой студии Я даже сразу скажу, студия «Бегемот» Алексея Зайцева Но в основном это было именно у Сергея Сухомлина И, наверное, ну, если не большинство То много гитарных партий там на пластинке Это Сергей Сухомлин Мы с Серегой работаем очень давно С 2000-го года Так получилось Там все предыдущие диски И даже до дисков мы с ним были знакомы Это один из лучших Ну, по моему мнению, лучший аранжировщик Республики Беларусь И в свое время, в один из годов Он был удостоен этого титула в Европе Так, ну, это такая кафедра, наверное, не совсем заметная Для широкого обывателя Мы когда работаем, как я говорю, мы машем шашками Просто вот Сергей мне говорит Я ему говорю, что я хочу увидеть А он говорит так, как это должно быть Он говорит по учебнику Я говорю, мне не надо учебник В армии нет учебников Там есть устав И на войне устав тоже не действует Вот, поэтому Мы действительно с ним очень много спорим Но в итоге то, что получается Как он сам говорит, слушай, мы все делаем неправильно Но то, что у нас получается, мне нравится Поэтому я хочу сказать, если он там мало ли вдруг смотрит По видео, по трансляции Серега, спасибо И второй Сергей, это Сергей Антишин Заслуженный артист Республики Беларусь Я считаю, один, опять же, самый лучший гитарист Гитарист в нашей Республике Он играл с Мулявином В Песнярах Он играл с Антоновым Уникальный человек, очень скромный Мы с ним на этой сцене стояли На мое 50-летие Я надеюсь, в этом году Вот прошло 5 лет Очень мечтаю его сюда вытянуть Ну, в моем понятии Это бог гитары Хотя вот Юрий Там он за камерами спрятался Я помню тогда, он ко мне подошел Твой гитарист, это черт Вот Ну, дай бог, чтобы у нас все получилось Вот им большое-большое спасибо За то, что мы это сделали Об остальных я дальше расскажу Вторая песня на диске называется «Мальчик на Феррари» Светило ярко солнышко в зените Убитый грач Обломками молчал Пищал комара чайно Спасите А жив ли летчик? Он не сообщал Была надежда призрачная и шатка До смерти здесь, как в песне, три шага И наша лента крылая лошадка Несла нас прямо к черту на рога А в это время мальчик на Феррари Носился по Москве и по пути За час устроя в несколько обварей Пытался от гаишника уйти А мы пытались летчика найти Нам вроде как везет, но так не шибко Смотрите, парашют заметен бой Нам тропил барабанные по обшивке Но главное, что парень наш живой Мы не поем безумству храбрых песню Играть привыкли марш, а не романс Плечом к плечу с любимой птичкой вместе Пока мы с ней, то есть хотя бы шанс А в это время по Москве в угаре Направо и налево всем хамя По тротуару в золотом Феррари Мальчишка несся голову сломя Мы тоже тут несемся, но дымя Нам трассеры все небо украшают Там снизу бородатых приман шлак Что делать с нами, боженька решает Мы живые, хоть машина, как дуршлаг Нам лечик снизу машет Уходите, держись, браток Еще не кончен бал Нам ярко светит солнышко в зените Ты, пан, браток, который не пропал А в это время из Феррари мальчик По телефону папу набирал Гаишнику показывал вверх пальчик И звезды снять с погонов обещал А нас без обещаний Бог спасал Со скоростью Феррари уходили И где-то у нуля высотомер Мы нашего мальчишка уносили А он ревел на взрыв, хоть офицер Мы тоже слезы тщательно скрывали А говорят, летают смельчаки Мы пальцы ему долго сжимали Он у них сжимал гранату Песчаки Спасибо Ну вот я говорил, что в течение вот этого отделения Я буду рассказывать, как мы и диск записывали Есть всякие нюансы технические Может не стоит их рассказывать Но я считаю это интересно Когда у меня интервью брали А что вы вообще из музыки слушаете? Я говорю, ну во-первых Я ее нигде не слушаю Кроме как в машине В машине слушают двух авторов-исполнителей Это Вадим Захаров и Пинк Флойд Что вызывало очень странную реакцию Девушки-журналистки А Пинк Флойд это что? А? Б? Это автор-исполнитель? Вот, ну ладно Не про то Но больше всего в своей машине я слушаю себя И это очень пытка Потому что когда работаешь над альбомом Идет вот эта действительно такая монотонная Как можно сказать работа в студии, аранжировке И постоянно нужно это все слушать Выискивать какие-то нюансы, какие-то предложения Ну если я скажу, что я слушал каждую песню раз по 400-500 Ну я не совру точно Ну это тяжелый случай Вот И самое интересное, что Я почему об этом вспомнил? Именно из-за предыдущей песни Когда уже диск был сверстан И я вез его на печать Прежде чем везти, естественно, я должен это все отслушать внимательно Мало ли чего И вот это мало ли чего Их там было много Но самое заметное было именно в этой песне Самое интересное Я думаю, что если бы я сейчас спел Вы бы, может быть, и не заметили бы Третий куплет я спел А в это время мальчик на Феррари А там надо было спеть И в это время из Феррари мальчик Потому что ритма Показывал гаишнику свой пальчик И мы переписывали Кусочек, но переписывали То есть, ну, я всегда говорю, что На гитаре мне интереснее сыграть, чем то, что там Там, конечно, все это сложнее Это все в аранжировках Это, по моему мнению, красиво, скажу я нескромно Но тем не менее Но там ошибиться нельзя Потому что То, что я вот здесь Могу где-то ошибиться Это осталось здесь А пластинка, диск Это уже Все-таки надолго Следующая песня Она называется Генерал Песня С интересной судьбой, наверное Не так много у нас генералов В общем-то И в советской армии было И сейчас В любой армии Это все-таки Это высшее офицерское звание Сегодня у нас на концерте Два человека Которых я очень рад видеть Это мой близкий-близкий друг Генерал-лейтенант Анатолий Васильевич Сурцуков Где-то он там сидит Я не вижу Это, наверное, не самый крутой Но в моем понятии Самый крутой вертолетчик Это Игорь Вадимович Сулим Где-то вот он там Наверное Со своими Пяти боевыми орденами Так же, как и Анатолий Васильевич И Афганистан И все остальное Вот Это собирательный образ Ну, я честно скажу Конечно, там больше всего Вертолетчиков И тут же Анатолий Васильевич И тех Кого с нами нет Это Борис Алексеевич Воробьев Виталий Егорович Павлов Но это и другие летчики Генералы А еще хотел бы сказать Николай Федорович Гаврилов И вот тот же Анатолий Васильевич Он когда услышал эту песню Он сказал Ты знаешь, говорит Я знаю и пехотных Наземных генералов Которые под эту песню подходят Ну Да Это не только про летчиков Наверное Это есть такое звание А есть то, что в голове И то, что в поступках Генерал Жизнь прожить Не поле перейти Ну а если В небе ты живешь Значит Облаками ты пойдешь Груз Не избегая По пути Если смог Летающим ты стать Крыльями За небо Ты держись Ты ему доверил Свою жизнь Значит Будь готов Ее отдать Коли же научился ты Летать И во сне И наяву Уносился В синево Весь подняться Он всегда мечтал По криво Или напрямик Хоть жизнь Стремительна Как миг Но летать За годы Не устал Генерал Он всю жизнь По небу Прямо шел Легких Он путей Не выбирал Летный Не паркетный Генерал Не любил он Кабинетную Стол Кабинетной Предпочитал Где он В кресле Но совсем Вдругу Он тоже С ручкой Но не за столом В бой Ходил Нередко Генерал В этом Кабинете Он летал Жизнь Она как пилота Что вдруг Что порто Вираж От судьбы И подарков Он не ждал Кто-то скажет Что везло В небе Всем смертям Назло Даже где Без шанса Погибал Побеждал Генерал Есть свой крест У генеральских звезд Званием назначен И судьбой Отправлять людей Приказом В бой Те, кого Помянут В третий Дост Он и без Приказов Был готов На задание В вечность Улететь Предпочел бы Сам он Умереть Чем смотреть В глаза Детей Вдов Не найдя Для утешения Слов В небе Не всегда Эдем Бог вернутся Да Не всем Генерал Конечно Это знал Не прикроешься Никем Шапкой Мономаха Шле Нужно Оставаться Как метал Генерал На комбезалютном Нет погон И в пожарище Любой войны В небесах Все летчики Ровны Вместе Переходят Рубикон Как в рулетку Русскую играл Он со смертью Столько раз Не исчесть На земле И в небе Своя честь Он не уронил Не замарал Значит Настоящий Генерал В небе Или на небе Жить Может Только Бог Решить Генерал Из двух Не выбирал У него Один был путь На котором Не свернуть Не свернул Нигде Ты не упал Генерал Генерал Спасибо Продолжу немножко о людях Которые Вот опять же Участвовали В создании Этого диска Дизайнер Это мой очень близкий друг Сергей Зенченко Все мои диски А это уже пятый Ну не считая о том Что диски Я летчик Переиздавался Шесть раз С разным С разным Дизайном Это Работа Сергея Зенченко Интересный человек У которого образование Минский Инъяс Закончив его Он сразу В качестве Военного переводчика Был направлен В Анголу Где Работал С Куком Старшим Вертальичек Знает о чем О ком я говорю Он там был В это время Главным советником А потом Вот увлекся Дизайном И На различных Конкурсах У него были Очень большие Большие призы Мы очень дружим И Я благодарен Ему За то что Вот эти все Диски Выглядят Так как Они выглядят И Человек Который Занимался Непосредственно Изготовлением Сами Эти пластинки Это не самое Сложное А именно Сами вот эти Коробочки Или конвертики Это Денис Ревяк Это такая Фирма Есть у нас Минске Диза Пресс Студио Я помню Когда выходил Диски Я летчик Это был 2000 Далекий Шестой год И Тогда Вот этот Разворотный Конвертик Картонный Это была Ну просто Фишка Не было нигде Выкладок Как это сделать Я однажды Увидел На иностранном диске И показал ему У него такая Конструкторская Голова Кроме того Я скажу Что он участвует В автогонках Профессиональный Спортсмен И Он это все Вырисовывал И думал Как это сделать И у него Получилось И мы с ним Постоянно работаем И собственно говоря Вот то что Уже вот то что Можно взять в руки Это его заслуга Сейчас он думает Над другим вопросом Он говорит Я подумаю Я тебе Покажу Как это может выглядеть Я к чему Многие Меня спрашивали И спрашивают И у меня у самого Были сомнения Почему сиди Сегодня Я честно скажу Мне дома Негде прослушать Вот эту штуку И даже в машине У меня нет Сиди Привода Вот И Сережа Сухомлин Говорил Выпускай на флешке Но Здесь Ключевым было Несколько событий Мое личное мнение А Б Буквально В течение Двух месяцев Именно тех Когда я принимал Решение Вышел диск У машины времени И вышел диск У Олега Митяева И оба В интервью Когда они говорили Вот мы выпустили Сиди диск Ну Митяев просто сказал Что сиди диск И показал вот это все А Макаревич Говорил что Мы выпустили Сиди Если найдем деньги Это сказал Макаревич Мы выпустим И на виниле Это дорого Ну на виниле Я не собираюсь Потому что Действительно Но когда я это услышал Я подумал Что да Надо сделать Именно так Мои все сомнения Отпали Как сказал Другой мой друг Он говорит Что Понимаешь Брат говорит Диск это Платформа На которой Можно оставить автограф На флешке Это сделать сложно Мы сделаем и на флешке Вот сейчас Как я говорил Что Денис Ревяк Он думает Просто с флешкой Дорого Но то что мы задумали Мы это сделаем Это возможно Будет да Наверное Относительно дорого Но это будет красиво Вот Следующая песня Я сразу скажу Что да На диске Есть несколько песен Которые Издавались На предыдущих Пластинках Почему Потому что Это было очень давно И Иногда Ты хочешь уже Чтобы это звучало Несколько по-другому Я наверное О каждой В каком-то виде Расскажу А пока вот Да Бураном борт Прижат к земле Бураном борт Прижат к земле Неделя снежная стена И полоса заметена А мы мечтаем о тепле И летный домик К котель Куда дорога завела Его по крышу Замела Хозяйка Здешняя Метель Здесь Бесполезно Уповать На наш авось Да риск И страх И мы В комбезах И унтах Неделю Вынуждены Спать Здесь Остается Только Ждать Вбора Немалого Окна Не добралась И сюда Весна Да Здесь И летом Лишь Плюс Пять А пепло Некуда Упасть Седьмые Сутки Преферанс И у меня На мизершенце Две Малки Вприкупит В масть Когда С погодой Так Везло Как Нынче В картах Мне Везет Но За Гном Опять Метет И вьюга Воет Как Назло К Большой Земле Прямой Маршрут Наш Штурман Десять Раз Нанес Метеорологи Всерьез Нам Обещаниями Врут Мы Бережем Сухой Паек И Как Банам Нз Не Вскрыть И Масть Погода Нечем Крыть И Бесконечно Дум Далек А ждать Всегда Нелегкий Крест И Открывает Экипаж Воспоминаний Всех Багаж Он Может Скраситься Наш Арест Мобод Арест Саму Пурки И Загрустил Борт Инженер Хим Обык Молодой Женеф Да И Другим Здесь Не С Руки И Спин Там В Кружки Всем Нальет По Третьей Тост Седой Борте И Выпьем И Молча Мы За Тех Кого Некрайним Был Полет Урона Борт Прижат К земле Неделя Снежная Стена И Полоса Заметена А Мы Мечтаем О Тепле А С Как Воспоминания Я Эту Песенку Называю Песенка Про Метеорологов Это Это был 2008 год, гидроавиасалон в Геленджике, я туда летал с русскими витязями и со стрижами, это было просто море воспоминаний, и у меня там был концерт, и когда я там настраиваюсь, подходит ко мне женщина, я даже сейчас уже знаю, как её зовут, Ольга Красова, она была штатной метеоролог лётной службы ТНТК и Венибериева из Таганрога, вот она там занималась погодой, и она говорит, а вы на концерте песенку-то про метеорологов споёте, а у меня нет такой песни, ну как же нет, метеорологи всерьёз нам обещаниями говорят, с тех пор эта песенка для меня стала песенкой про метеорологов. Следующая песня, которая на диске расположена, я уже столько про неё рассказывал с этой сцены, это были очень длинные рассказы, не буду я сейчас, вы, наверное, это всё, и так помните, я скажу только, что на диске там даже в скобках написано, что это совместное исполнение. Можете себе представить, на моём диске я исполняю песню не один. Вы когда это послушаете на диске, вы всё поймёте. Песенка называется «Пилотажный рок-н-ролл Светлана». Говорят, друзья, что спортом надо мне заняться, я бы и не против, только лень не напрягаться. Мне такой вид спорта, чтоб сидеть в удобном кресле, шахматы советую, но мне неинтересно. С девушкой я повстречался в поисках ответа, спортсменка Света. Рассказала мне, что есть спорт, рассказала мне про спорт высоких достижений, мол, сидишь и все дела, и минимум движений. Усадила милость, словно в кресло кинозала, а потом зачем-то очень крепко привязала. Радостно шпилём, жужжит мотор аэроплана, на взлёт Светлана. Мы над точкой, как комета, как звезда карты балета, и с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко рядом где-то. Что же делаешь ты, Света? Что ж ты делаешь, ну, Света? Нежно душат перегрузки много единичек, меж прибором вижу я привинчена табличка. Напись, но смокинг, вероятно, это шутка, тянется, как целый час, обычная минута. Я бы закурил, да как достать здесь сигарету? Я смеётся, Света. Бочкой петли, что пора какие-то фигуры. Это идиот сказал про то, что бабы дуры. Сам дурак ведь небе добровольно отказался. У него один день, когда со Света я связался. Жарю взором по кабине, в поисках стоп-кранат. Вернись, Светлана. Мы на тушке, как комета, как звезда карды балета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко рядом где-то. Что же делаешь ты, Света? Да что ж ты делаешь, ну, Света? Я как будто рыбота, которая из-за жабры. Жизнь моя, мне кажется, уже абракадабра. И Света говорит, что есть такая же фигура. Я в ответ не вежливо, но только без цензуры. Ласково, ну ты как? Звучит, как из тумана. Я же Светлана. Наконец-то аэроплант земли бросает Света. Я к тебе вернулся, здравствуй, милая планета. Неужели я живым на землю воспротился? Может, не совсем здоровым, но ведь не убился. В небе мило прокатило, да еще вдобавок без билета. Спасибо, Света. Мы на точке, как комета, как звезда карды балета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком рядом где-то. Что же делаешь ты, Света? Что, что и делаешь? Но Света! Там сула идет. Светлана, тормози! Светлана, тормози! И летает, как комета, посылали мы приветы населению планеты. В облаках вдруг понял где-то, моя песенка не спета. Мне без неба жизни нету. Что ж наделала ты, Света? Что ж ты сделала? Ах, Света! Света! Я не вижу, Света, ты там. Я приглашаю на сцену. Семикратная, абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу. Остальные титулы я просто даже не хочу говорить. И как я, когда комментирую пилотаж на Максе, я все время говорю, спортсменка, комсомолка, наконец, просто красивая девушка. Светлана Владимировна Капанина! Свет, ну выйди сюда. Я еще тут пару слов скажу. Я просто не успел с ней встретиться до концерта и сказать какие-то свои задумки. Вот. Пока она идет, я просто скажу, но... Прежде чем я ей дам слово, я просто возвращаюсь к этой песне. Ну я рассказываю, как мы летали там, траля-ля-ля-та-там. И многие послушали эту песню, что так плохо было. Я говорю, ну было плохо, да, но не совсем так уж, как по песне. Но когда я посмотрел этот репортаж, как она возила Бурунова, ему было плохо. Я посмотрел, что они делали, и я подумал, я крутой. Потому что у нас была другая программа. А там на диске прямо в скобочках написано «Пилотажный рок-н-ролл Светланы». Дальше скобка открывается и написано «Совместно со Светланой Капаниной». Вы послушаете и поймете. Спасибо. Ну, Коля молодец, он выдержал круто. Потому что пишет много песен, от него две секунды времени. Но я думала, он летал везде, только на спорт не летал. Он же песню не написал нам, пока мы не покатили его. Мы с ним взлетаем, и сразу в обратный, и пять метров над землей. А я плиты считаю. Он же умеет все это делать. Ну, поэтому, а до полета не было веревочки, чтобы наушники не спадали. Мы ему скотчем привязали. Поэтому все. Вся песня отразилась в полете. Спасибо большое, Коль. Спасибо огромное. Песня получилась чудесная. Дорогие мужчины, поздравляю всех с прекрасным нашим праздником. Днем Советской Армии и военно-морскому округу. С праздником, дорогие наши защитники Отечества. Мирного неба над головой. Улыбок родных, жен, близких, детей. Чтобы вы всегда были здесь, рядом с нами. Вы лучшие. Наши российские мужчины. Мы вас любим. Вы самые сильные, самые лучшие, самые надежные. С праздником. Спасибо. Светлана Капанина. Это я именно тем тоном, когда ее объявляю на Максе. И думаю, в этом году, когда состоится Макс, а он будет. И я думаю, что опять я буду говорить, что она там делает в небе. И эта песня на крайнем Максе. Я впервые под ее пилотаж, кроме того, что я говорил. Я поставил именно, ну, уже была в аранжировке эта штучка. И это было классно. Я тоже гордился собой. Насчет следующей песни. Мне тут буквально самое интересное. Ну, не совру, позавчера. Постоянно пишут же в интернете что-то. И вот про следующую песню спрашивает человек, говорит, а кому вы ее посвятили? Есть какая-то конкретная фамилия? Я говорю, да нет. Она посвящена огромному количеству моих друзей, и не только их, и тех, кого я не знаю. Но в первую очередь, действительно, это мои друзья, которые уже сегодня на гражданке. И которые очень хотели многие попасть сюда на концерт, но они сегодня работают. Я в шутку называю эту песню про подполковников, потому что среди них много подполковников запаса, хотя там немало и полковников, и в меньшем звании. Она называется «На эшелоне». Мы не спеша на эшелоне, идем по спинам облаков, А в комфортабельном салоне, устав от северных ветров, Три роты личного состава Летят гудеть на жаркий юг Ведут себя не по уставу К портпроводницам приставят Мой командир захлопнет книжку И черт ухнется, что устал Мне скажут вы, Михалыч, слишком Забудьте К черту ваш устав Ведь вы теперь гражданский летчик Промоется искоркой в глазах Да, был истребитель и стал извозчик Зато, как прежде, в небесах Покурались бы над точкой Жаль, за спиной сидит народ И нож куда-то сделать бочку Увы, здесь все наоборот Не перехват, а перевозка Не на Кавказ, а в Таиланд И на погонах три полоски Был подполковник, стал сержант Не сбежать с циклоном встреч Знать потрясет кораблик наш И пассажиров, как овечек Пасет кабинный экипаж Как обмануть в метеосводку Поесть попить, как вариант Нам кофейку нальет красотка Ух, как жаль, что я не лейтенант Чтоб мы безропотно летали Дают нам пряник или кнут Как там у Маркса в капитале Эксплуатируют наш труд Усталость лишь в сухом остатке Порой Савчинку небосклон Зато нередко на посадке Нам аплодируют салон Играет музыка Мы не спеша на эшеломе Идем по спинам облаков А в комфортабельном салоне Летят копченые с юго Три роты личного состава Из дютифри напитки пьют Ведут себя не по уставу И к сердцам пристают Нас сравнивают с птицами Постое, нам просто жить без неба не по вкусу Мы на земле на временном постое А птиц мы любим, только не по курсу Мы выпали из взглядных наставлений И, может, улыбнемся и хлестая В театре пилотажных представлений Мы вместе, словно маленькая стая И верим, что вернемся, улетая Вращаем небо мы, в строю застыв Нам разрешают делать все по краю Глаз срыв потока Это лишь поток срыв Нам не сорваться, главное, летая Мы гвардии, летающая стая Каскад фигур и перегрузки душат И, в общем, тяжело, но не смертельно Зато приятный женский голос В уши настойчиво твердит Что все предельно Пусть и та же сму Но мы ждем с неба встречи Ведь в небе все по-честному не врут Здесь крылья, как друзей надежных плечи А в двух руках две ручки русский рут И двигатели голос не сорвут Вращаем небо мы, в строю застыв Нам разрешают делать все по краю А срыв потока Это лишь поток срыв Нам не сорваться, главное, летая Мы гвардии, летающая стая Нас в разных странах ждут аэродромы На поле везде работать будем А после, как всегда, вернемся к дому А тем, кто не вернулся, не забудем Гвардийский полк, навеки наша память Иван Никитичка Жиду, он с нами вечно Да и Бог успеет нам в небе след оставить Ведь летный век это поле скоротечен И распускаем грики бомб До встречи! Вращаем небо мы, в строю застыв Нам разрешают делать все по краю А срыв потока Это лишь потока срыв Нам не сорваться, главное, летая Мы гвардии, летающая стая Гвардийская летающая стая Мы гвардии, летающая стая Почему эта песня на диске? Да хотя бы потому, что в этом году Мы отмечаем 30-летие создания пилотажных групп Русские Витязи и Стрижи В апреле и мае этого года Вот, такой замечательный юбилей Я там думаю, вернее знаю, что там будут всякие классные мероприятия Замечательный юбилей Потом я еще для себя подумал Что в этом же году будет другой юбилей 15 лет, 27 июля Будет 15 лет, как Николай Дятел и Игорь Куриленко прыгнули Когда взлетали в Перми на век 29-м Должен был быть пока в Тюмени За день до этого, 26 июля Мне 40 лет, Игорю Ткаченко 42 Мы там пообнимались, образно говоря И тут на следующий день такое безобразие Самолет взлетал, ну они взлетали все там в Перми Вылетела стая чаек Коля их словил Они прыгнули Я это к чему? Там просто в этой песне строчка Но птиц мы любим только не по курсу Это вот именно из-за того было написано Следующая песня, она на диске Единственная, написанная на чужие стихи Для меня это крайне редкое явление За мои безмалого 55 лет я написал Это вот четвертая песня Которая написана на чужие стихи Это Геннадий Мамедов Как я в шутку всегда говорю Человек со славянской фамилией исключительно И его стихотворение я здесь неоднократно декламировал Так получилось, что одновременно Буквально с разницей в один-два дня Это стихотворение мне прислало несколько человек В том числе и Анатолий Васильевич Сурцуков Присутствующий здесь в зале Ну прислали, что вот, ну классно И бывают вот такие случаи Когда ты читаешь текст А у тебя уже в голове музыка Это очень редко, но бывает Так получилось с этой песней Я немножко ее адаптировал под себя Я, естественно, связался с Геннадием Он живет в Чернигове Родной для меня город Я там заканчивал школу Он был инструктором в Черниговском Авиационном училище До этого инструкторил всяким-всяким иностранцам На авиабазе Кант Те, кто старшее поколение знает Что там вот обучали всех иностранных летчиков И я согласовал этот текст с ним И, наверное, даже в каком-то виде музыку Говорил, ну я очень еще петельно к этому отношусь Это все-таки не мои стихи Вот, получил добро Ну и в итоге есть такая песня на диске Возьми планшет Отметим запасные Не время нас записывать в запас Еще суша и лямки подвесные По-прежнему подогнаны под нас Пошли посмотришь Как к лицу нам небо И облака к лицу нам до сих пор Ты просто очень долго в небе не был И не смотрелся в зеркала озер Ты вспомнишь вдруг, пристегивая крылья Кто мы такие и чего хотим И пусть нам на земле не дали Сказку сделать былью Но мы в другую сказку полетим И мы в другую сказку полетим Там над дождями светлые долины Которых нет на картине одной И страшно, что охота из кабины Пойти по этой тверде неземной Мы летчики, мы части небесной плоти И чище мир сквозь лизу фонаря Мы каждый раз рождаемся на взлете И верим, что рождаемся не зря Еще нам рано на земные роли Тоску не время водкой заливать И нас с тобой никак уже без крови и без боли От крыльев никогда не оторвать От крыльев нас уже не оторвать Мы можем заварить такую кашу Что супостатцы не сможет расколебать Не будет посторонних в небе нашем Пока нам здесь назначено летать Еще нам надо вырастить пернатых И потому нас рано провожать Кто, как ни мы, научит некрылотых Крылатым быть и не поуважать Не станет нам преградой непогода Нас ждет всегда небесная страна И как перома, как крылья в золото восхода Напишем в небе наши имена Оставим в небе наши имена Там облака медовые, как соты Там радуги срываются с киля Дружище мой, бери планшет Записывай высоты Мы полетим и взлет у нас с нуля Мой летный брат, бери планшет Записывай высоты Мы полетим и взлет у нас с нуля Следующая песня Различий Называется песенка Птичка-невеличка В скобках Мидуан написана Для вертолетчиков это очень родная машина Танц, который Не только современное поколение А еще достаточно ранее Начинали свою летную карьеру Робинзоном нынче в моде лопастями хороводят И жужжат, что миру самых ног Ну а я такой курносый Сверху гурт, внизу колеса Прям конек из сказки Горбунок Я родился где-то в Польше Но в душе советских больше На работе долгие года И для тех, кто в небо рвался в бублак А на мне поднялся школьной портой Стал я навсегда И пускай я безоружен Все равно я в небе нужен Даже если воевать не суждено Работякой безотказным Я летал и над Кавказом Ну а летчик был, товарищ Мимино Даже если ветер тучи Все равно мне будет скучно В точку бы лететь из точки А По прямой маршрутам мало Я люблю фристайлы с лалом С лалом Это точно про Ми-2 Я еще с ведром летаю В нем воды полно до края Но не оболью те, кто внизу Это славная примета Повезет вам, значит, где-то Может, я куда-то подвезу И пускай я безоружен Все равно я в небе нужен Я стараюсь, хоть мне часто Нелегко От работы не гасили Даже по небу носили Мы корову на подвеске С валейко Камальчупа вина С валейко Не побросить не сумею Все летаю, хоть старею Тысячи за мною Летных смен Под винтом сердечко Бьется, тарахтит Но не сдается Не пристава ныть Ведь я аж спортсмен Ну а те, кто помоложе Те, конечно же, дороже Все блестят Как медный котелок Ну а я такой курнос И сверху гор Низу колес Как конек из сказки Горбунок Мне пеняли безоружен Что такое, нафиг нужен И на цепь меня зажали Как в кино Но руками и винтами Цепь рвали и взлетали Мы сбегали в небо С другом Мимино Я марчупоген Отзываю Мимино Чит-то говори Чит-то маргарита Чит-то Чит-то маргарита Спасибо Опять же из того, что связано с песней Я с годами обнаружил Среди всяких вот писем Которые мне приходят там в интернете Что песни, в общем-то, как бы Иногда делают Хорошее дело После этой песни Мне пришло какое-то сообщение От каких-то ребят Которые написали Спасибо вам за эту песню Потому что благодаря мы ей узнали Что такое Мимино Ну, хотя бы так Творчество наших великих кинорежиссеров Как в Георгии Данеле Это актуально Как бы это странно ни звучало Я вот, ну Расскажу немножко Даже у нас на Воен-ТВ В Минске Я недавно так раз Процитировал Знаменитую фразу В то время, когда космические корабли Бороздят Большой театр И девушка, которая меня гримировала Она говорит А это что? Я говорю Ну, это фильм известный Какой? Я говорю Ну, операция А, кажется, я слышала Ну, вот Думаю, надо, наверное, писать Теперь песню как-то Про операцию Или что Не знаю, не, но Ну, это, к сожалению Это печалит Опять же, возвращаясь К своей родной телекомпании Был у меня случай Он уже давно был Мы писали подводки Рядом с Генеральным штабом С Министерством обороны Я в кадре У меня оператор Молоденький Который только-только Закончил Академию Искусств Причем с отличием Ну, он уже сейчас не работает Поэтому я тут спокойно рассказываю Не подставлю И да и фамилии не называю Мы выставляем Там, значит, камеру Я показываю А там дом рядом Где жил Ли Харви Освальд Каюсь В свое время я знал Кто такой Освальд, естественно Но не знал Мало того же Не знал, что он в Минске жил Я уж не говорю о том Что я не знал, что он был В советской стране Но это было давно Потом я это узнал Я был в этой квартире Самое интересное Там жил отец моего друга И я камеру ставлю Я говорю О, вон Балкончик Кто-то там Освальд жил Парень такой А кто такой Освальд? Ну, я такой Как же, ну как же Так Потом подумал Ну да, я не знал, что Освальд жил В Минске Кто-то может не знать Кто такой Освальд? Я говорю Ну, это тот Который убил Кеннеди Потому что оператор сказал А кто такой Кеннеди? Чуть не сорвал съемку Ладно, следующая песня Тоже из этих старых И это песня из 90-х годов Я потом расскажу Почему она на диске случилась Бур 05 Добро на взлет Небо снова нас зовет И бетонку с Богом отпустит Набираем эшелон И плевать нам на циклон Вновь впоют моторы Свой мотив Сквозь болтанку в облаках Выйдем к солнцу в небесах Все дожди оставив под собой На работе мы опять И трудяга порт с 0 и 5 Четко держит главный курс домой Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам ходить Чуть-чуть побольше Чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурман нам Другой маршрут Наш главный курс Пусть туда, где дом И с нетерпением мы ждем Когда над городом Заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас семьи ждут Да мы же сами, как в семье Мы экипаж Снизу морем облака И болтает борт слегка Снова чай, в который раз побьем Все мы здесь крик за рулем Что покрепче все потом На земле по сутке мы нальем Командир на руку ускор Наплевал на коридор Да ворот, прокладка вся долой Пусть земля забросуешь лед Порт-радист всех отошьет А быстрее надо Мы домой Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам ходить Чуть-чуть побольше Чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурман нам Другой маршрут Наш главный курс Туда, где дом И с нетерпением мы ждем Когда над городом Заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас ими ждут Мы же сами, как семья, мы экипаж Тадададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададад Углиняет наш налет, командир прочтет свой детектив И спокойны мы по луне, мы уже не на войне Шум ее для нас пока что стих Пусть приходится летать в те места, куда послать Даже и по маме не пошлет Нам уже не привыкать в обеззоловку играть Знал бы прикол, знал бы и маршрут Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам ходить Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел Но не проложит штурман нам другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут Да мы же сами как семье, мы экипаж Хоть мы и сами как семье, мы экипаж Экипаж Спасибо Песня очень старая, она кислями память не изменяет Написана была в 1994 году По реальным событиям мы летели на 26-м Я почему действительно решил ее включить в диск Ну, во-первых, тут глобальная вещь Кто знает мои вот эти крайние пластинки Там действительно есть песни понемножку с альбома «Я летчик» Потому что «Я летчик» он был, второе название там было написано «Военный альбом» Там были и песни не только про авиацию И я все-таки хотел, чтобы все авиационные песни Ну, были вот скомпонованы на авиационных дисках За заключением всего лишь одной Тут меня никто не сможет переубедить Это есть монолог Последний монолог Ми-8 Крайне грустная песня, которую я фактически не пою Потому что она очень грустная Поэтому я ее никуда не включаю А остальные песни я понемножечку включал Тем более, что хочется какую-то другую аранжировку А здесь еще была дополнительная причина Однажды мне прислали очень классный клип Саша Быхалов, есть такой классный пилот Замечательный человек И, как я говорил, просто потрясающий специалист в области видеосъемок Я говорю, ну, режиссера потеряла какая-нибудь телекомпания Он классные клипы делает Летал до недавнего времени на Ту-160 Сейчас он уже привелся в Рязань Там на Ту-22М3 летает В Дягилево, правильно подсказывают? Я всегда говорю в Дягилево Но тут что-то я сказал в Рязань Ну ладно, да И однажды он мне прислал клип Именно вот на песню Борт-05 Классный клип Когда я сам слышу свои стихи И там снизу морем облака 5700 И мы пока 5700 Для Ту-160 Ну, как-то вот Поэтому я пошел на такой должностной подлог Убрал эту фразу Все равно, честно говорю Все равно Песня была написана для тех, кто летает на Шарабане На А-26 Вот Ну, по крайней мере Там другие вещи тоже могут не подходить Но, по крайней мере Вот это, которое резало мне ухо Лично мне С этим замечательным клипом Когда такая Ну, белый лебедь там летит Где-то там Я все-таки решил это вот поменять Еще, кстати Те, кто Ну, уже заранее знали О выходе диска Иногда задают вопрос Почему 13 песен? Нехорошее число для авиации Не знаю Да, нет самолетов Нет бортов с номером 13 Для меня это очень уютное число Я его очень люблю Так получилось Самое первое Первое издание диска «Я летчик» Потом там прибавлялись песни А на первом было тех же 13 На первом диске «Ночь» Такое время года 13 песен Я могу много говорить На эту тему Ну, даже когда Какие-то уже такие Совсем уж суровые споры Возникают Я говорю, что Есть дьявольское число, не дай бог Три шестерки У меня с ним связаны плохие истории Я его очень не люблю Что касается 13 12 апостолов А 13-м был спаситель Может быть как-то Диссонансом прозвучит история Но рекорд у меня был В 1985 году На третьем курсе училища Я сдавал экзамен по тактике Это было 13 января Я пошел 13-м И вытащил 13-й билет Но 13 я не получил Но пятерку получил Следующая песня Она Называется Неотправленное письмо Вот как бы письмо В скобках написано Маша 2 Рассказывать ничего не буду Потому что песня сама Она Все рассказывает за себя Я после немножко Еще там пару фраз скажу Как говорят Пишут В титрах, кинофильмах Основаны на реальных событиях Все фамилии там Или какие-то события Имеют совершенно случайное совпадение Я говорю Еще можно ставить плюс 18 Потому что есть сцены курения И употребления алкогольных напитков Обратно пишу вам Любезная Катерина Матвеевна Поскольку выдалась Свободная минутка И разнежился я на горящем солнышке Вот на наш кот Васька На заваленке Сидим на песочке Возле самого осеннего моря Ни в чем беспокойства не испытываем Солнышко здесь такое Аж в глаза и белое Еще хочу сообщить вам Дислокация наша Простекает гладко В обстановке Братской общности И согласия Так что и вам Зазря убиваться не советую Напрасно это Занятие Привет, моя любовь Родная Маша Сижу в роскошной Кимбе У оконца И как товарищ сухого В белом солнце Пишу тебе В уме О жизни нашей Привет тебе, моя родная Маша Здесь точно солнце Белое пустыне Живем спокойно Иногда летаем А так все Загораем Отдыхаем Здесь апельсины Вкусные И тынь И солнце Маша Белое в пустыне Это лагерь пионерский Распорядок Кино, концерты Всякие артисты Уютно Уютно здесь Спокойно все И чисто Полиция следит Чтоб был порядок Вот лишь война Не любит Распорядок На женщин Я ни-ни Хоть обозваться Медсестры Маша Могут здесь Пороже Отряд их Медицинский Огорожен И те же Не обманываю Братцы Забор такой Что к ним Не подобраться Па-па-па-пам Пам-па-пам Пара-па-па Не подобраться К ним Никак Здесь не устроить Ужин Со свечами Шалят у нас Тут Маша Бармалей И так не спим А эти Блин Злодеи Игрушки Запускают К нам Ночами Со всякими Опасными Вещами Жаль ночью Поднимают Вода досада Когда Кому-то Станет Слишком Жарко Тогда Нам срочно Грузятся Подарки А мы Их разгружаем Там Где надо За это Где-то Раздают Награды Награды Где-то Выше Ожиданий Они Для тех Кто на день Прилетают Построят Пошумят Повоспитают И Дырочку на грудь Без колебаний А мы Привозим Дырочки С заданий У нас Вчера Здесь был Концерт В ангаре Анисимов Нам пел Про нас Немало Мужик прикольный Только в плен Попал он Полиция Здесь Как всегда В ударе Нашли там У него Коньяк В гитаре Па-па-па-пам Па-па-пам Та-та-ра Па-па-па-па А у меня Не нашли Артиста Где-то Заперли Поспешно Нам оказали Место По секрету Стояли Насмерть Красные Береты Но был Певец Освобожден Конечно Прошла Вся Операция Успешна Потом Разборки Словно Мы из НАТО По полной Все По шапке Получили Но главное Артиста Мы Отбили И значит Он еще Споет Когда-то Ну а пока Нам Вновь Лететь Куда-то Одну Команду Дать Войне Отставить Налить Борща И выпить Чарку Водки А на Закуску Эх С лучком Селедки И песенку Про летчика Поставить Мне это Маша Трудно И представить Привет Моя любовь Родная Маша Сижу В роскошной Кимбе У оконца И как Товарищ Сухов В белом Солнце Пишу Тебе В уме О жизни Нашей Привет Тебе Моя родная Маша Спасибо Спасибо А у меня бы не нашли Следующий раз Когда я летал Ну меня и так Как говорится Без досмотра Но не нашли бы Где Не скажу Да собственно Я и тогда пролетел Четыре бутылки Коньяка У меня не нашли Просто пятая Была не спрятана Я ее вез В виде подарка Вот На диске То есть Это уже такое Интимное исполнение Про Анисимова Это только здесь А на диске Это замаскировано Ну надо быть скромным Ну здесь я себе Это могу позволить Следующая песня Я бы хотел Вот опять же Возвращаясь К тому Кто работал На диске Кому спасибо И так далее Здесь Очень важный Момент Это и на диске Написано Это и логотип На диске Вы видите Не состоялось бы Этого проекта Ну может быть Бы и состоялся Но совсем Спустя большое Большое время Если бы мне не помогали Из Они они Ну поймите Это очень дорого Записать Профессионально В профессиональной Хорошей студии С хорошими Аранжировками Выпустить Это все В том виде В котором Это потом Получается Это Недешево Даже в Беларуси В России Еще дороже Вот И если бы не Иркутский Завод Этого бы не Получилось Я к чему Следующая песня Я Всегда говорю Я ее не писал Специально Ну вот Когда так получилось Что Она у меня Вот случилась Хотя как я говорю Производственная песня Попробую ее написать Как это получилось Я не знаю Но тем не менее Она и есть Называется Летающий Завод Еще одна Стремительная Птица В небесный океан Над нас Уходит И она В взгляде Сотни глаз Проводит Уходит Твоя Твоя Единица Все наши Птицы В небесах Кочуют Мы помним Их Как взятые Вершины Мы Делаем Красивые Машины Которые Летают И воюют Кудит Летающий Завод И пятый Океан Зовет Российский Наш Растет Воздушный Флот И снова Новый Самолет Украя Полосы Замрет И даст Ему Добро На взлет Летающий Завод Здесь Не забудут Пламя Лихолетий О тех Годах Здесь Помнят Даже Стены Мороз И Голод Фронтовые Смены А у Станков И Женщины И Дети Пылали Города За Горизонтом Все Верили Что Победить Должны Мы На Запад Шли Крылатые Машины Клеймом На Каждый Грозное Тыл Фронтов Кудит Летающий Завод И Пятый Океан Завет Российский Наш Растет Воздушный Флот И Снова Новый Самолет Украя Полосы Замрет И Даст Ему Добро На Взлет Летающий Завод Сломить Нас Перемены Не Сумели Когда Цеха Без Жизни Нас Остыли Мы Не Забудем Стапеля Пустые Нас Приземлили Но Мы Все Ж Взлетели Без Неба Самолету Нет Жизни Живет Он Лишь Тогда Когда Летает И Плохо Если Кто Не Понимает Не Звер Не Все Без Авиации Отчизне Будет Летающий Завод И Пятый Океан Зовет Российский Наш Растет Воздушный Флот И Снова Новый Самолет Украя Полосы Замрет И Даст Ему Добро На Взлет Летающий Завод Воздушный Щекуется Днем И Ночью Без Исключения Каждый Здесь Создатель Конструктор Техник Летчик И Испытатель Директор Инженер Любой Рабочий В машине Этой Каждого Частица Ведь Часть Души Мы С Нею Оставляем И В небо Выпускай Желаем Удачи В небесах Родная Птица Будет Летающий Завод И Пятый Океан Завет Российский Нож Растет Воздушный Флот И Снова Новый Самолет Украя Полосы Замрет И Даст Ему Добро На Взлет Летающий Завод За Самолетом Самолет Украя Полосы Замрет И Даст Ему Добро На Взлет Добро На Взлет Летающий Завод Спасибо! И тринадцатая песня. Я к чему? Здесь написано «Фабрика юность, 1991 год». Тридцать лет. И песни, которая на диске, в августе будет тридцать лет. Все стареет. Я, не знаю, или я поумнел, или просто у меня голова опухла. Ну, как-то с трудом она. Но это мое. Я в ней ходил на службу. Вот. Песня имеет странное название. «Летчик». Потому что, ну, действительно, я вот на свое 55-летие здесь будет концерт. Я, может быть, даже спою ее в самом первом варианте, где про «Военторг», о котором многие уже не помнят. Потом менялась и так далее. Однажды на 55-летие Виктора Николаевича Бундарева, когда эту песню спел Сергей Кужугетович Шойгу, который там присутствовал, «А, ну что это там про квартиры у нас есть?» Вот. Действительно, времена меняются. И, как говорил Высоцкий, моя песня «Что хочу, то делаю». Я, конечно, не Высоцкий, но я тоже что-то… Хотя в этой песне все время менялся третий куплет. Все остальное, как бы, оно, как и было. Еще, что это, Фурор? Я летчик. Красивая форма, лампас голубой. Вот даже саду, говорят, кто-то порой. Я летчик. Из звука турбин на земле лучше звука. А мой самолет – это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонным летать. За это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни черту о небу я душу продал. Мне кажется, я до рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, И мне без него не прожить. Даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, Вираж заверну горку, сделаю бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придает, стерплю, Но небо родное придать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, Но только когда не по ней она днеет. Я летчик. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже, И давит на сердце мне несколько жертв. Я летчик. Комбизвесть в поту можно просто отжать, И кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть, По праве стальной, И она поднимается в небо со мной. Я летчик. Вы продолжает планета гореть, Значит, я снова, я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, И мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, Вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавить стерплю, Но небо родное придать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, Но только когда не по ней она днеет. Я летчик. По нити глиссады иду я домой, А хочется жить где-то здесь, Над землей. Я летчик. А что на земле? Мне совсем не понять, Заставить хотят меня строем шагать. Я летчик. Награды и деньги совсем не про нас, И кто-то уходит на Boeing, Airbus. Я летчик. Но в небе учили меня воевать, А значит обязан я должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, И мне без него не прожить даже хмурый тенечек. Я там в облаках нарисую петлю, Вираж заверну, Бочку сделаю горпом, Я летчик. Пускай перегрузка придавит стерплю, Но небо родное предать я во век не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, Но только когда не по ней на дне, Но только когда не по ней на дне, Но только когда не по ней на дне. Я летчик. Я летчик. Я летчик. Я летчик. Я летчик. Спасибо. Кстати, я скажу, что Расставить песни Вот в той последовательности, В которой они есть, Тоже непростая задача. Не знаю. Для меня это всегда сложно. Но вот оно получилось так, Как оно получилось. Это все можно приобрести вот там. Сегодня же так, ну, удалось. Выложено на всех музыкальных площадках интернет. Ну, то есть там Apple Music, Яндекс.Музыка и так далее. Этот альбом сегодня именно там запремьерен, Как и другие мои диски в хорошем качестве. И я хочу напомнить, Что сегодня у нас презентация Замечательного альбома Воздушное пространство. Алексея. Где там? Ну, то... Вот. Алексей Нагаев. Замечательный фотограф авиационный. Ну, он сегодня официальный фотограф Конструкторского бюро ИЛ. Долгое время он был главным фотографом Авиации ФСБ. Южный, Северный полюс. Он был везде. Летал на всем. И то, что он сделал, Ну, это потрясающе. Мне это очень нравится. Поэтому это тоже можно здесь приобрести. Ну, и в перерыве можно, Если есть желание, Там уже продаются билеты на следующий мой концерт. Традиционный, к Дню Победы. Все время было 8 мая. В этом году 10 мая тоже выходной. Когда уже после Дня Победы можно отдохнуть, Можно отдохнуть здесь. Поэтому, кто хочет, Может приобрести билеты тоже на следующий концерт. Берегур. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ